всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена сегодня я хочу поделиться с вами очередной радостью я получила посылку от светланы голубевой светочка моя подписчица мы познакомились мы подружились мы общаемся на сайте одноклассники и вот света решила порадовать меня и прислать мне посылку сегодня я ее получила для меня это радость для меня это сюрприз для меня это приятная новость мне как-то в комментариях написали алена вы радуетесь посылкам как ребенок да девочки я радуюсь посылкам как ребенок потому что я не считаю что если я блогер и у меня свой канал то получать посылки это само собой разумеющийся для меня это не так для меня каждая посылка это сюрприз, для меня каждая посылка это хорошее настроение, для меня каждая посылка это ваше внимание, это кусочек, это частичка вашей души, потому что я тоже собираю посылки, я тоже посылаю своим подружкам и другим девчонкам посылки, и я знаю, что когда я собираю посылки, я думаю о вас, и также я понимаю, что когда вы собираете для меня посылку, то вы тоже думаете обо мне, вы хотите меня порадовать, вы думаете, какой сделать мне сюрприз, какую приятную, может быть, вещь или нужную вещь мне выслать, то есть вы уделяете мне свое время, и для меня это очень-очень ценно, и поэтому, да, получая ваши посылки, я радуюсь, как ребенок. И сегодня снова такой момент. Я немножко знаю, что лежит в этой посылке, потому что Светлана спрашивала меня, Алена, что бы ты хотела получить, какую бы тебе пряжу хотелось получить. И вы знаете, девочки, так получилось, что если вы смотрите мои видео, то вы знаете, что один из моих процессов на данный момент, это я вяжу топ. Топ вяжу я из пряжи Ализе, в которую, я признаюсь, я влюбилась. Да, я не знаю, как ведет себя эта пряжа в носке, да, я еще пока не стирала этот топ и не отпаривала, но вяжу с ниточка просто обалденная. Я соглашусь еще раз с Маргариткой и со всеми своими девочками, подружками, которые хвалили эту пряжу, и благодарю вас за комментарии, которые вы мне оставили, когда я вас спрашивала, кто вязал девочки из этой пряжи. Напишите, пожалуйста, свои мнения, свой опыт. Я всех вас благодарю, и поэтому я попросила Светочку мне тоже выслать пряжу Дива. Я посылку открыла, вот вы видите, но я в нее не заглядывала. Давайте сделаем это вместе. Так, посмотрим. Вот такой пакетик от фирмы Ализе, потому что, как я уже сказала, здесь пряжа Ализе. Вот она, так, что-то тут приклеилось. Вот пряжа Ализе, как вы видите. Так, все по порядку. Пряжа Ализе вот такого кораллового цвета. Это тоже я выбрала сама этот цвет. Светлана меня спросила. Выбирай, Лена, какой ты хочешь цвет. Я хочу, чтобы тебе действительно пряжа понравилась, чтобы ты вязала из нее с удовольствием, и чтобы ты получила тот цвет, из которого бы тебе хотелось связать какую-то вещь. А я, вы знаете, смотрела одно видео Виктории Цой, где она получила посылку, и там тоже была пряжа Ализе вот такого кораллового цвета. Девочки, я как увидела, у меня глаза загорелись. Я думаю, все, я хочу такую пряжу. Я думаю, если вдруг я поеду как-то в Россию, я обязательно закажу вот Ализе кораллового цвета. И тут Света мне говорит, что хочет выслать мне посылку, заказывай пряжу. Ну, конечно же, недолго думая и сильно не скромничая, я заказала вот этот коралловый цвет. Посмотрите, какая красота. Давайте я покажу вам. Ну, кто вязал уже из Ализе, вы, конечно, знаете, что это за нить, что это 100% акрил, что ниточка это синтетическая. Но ведет она себе именно в вязке крючком просто идеально. То есть она идеальная для вязания крючком. Хотя девочки также написали, что вязали спицами, но только уже маленького размера, там двойка или два с половиной. Я пока спицами не вязала, не могу сказать. Но в крючке попробовала, мне очень понравилось. Значит, кому интересно, колор это, вот вы видите, 661. И вот указана партия. Называется вот Ализе Дива Силк Эффект, то есть Ализе Дива с эффектом шелка. Струящаяся, мягкая такая пряжа. Кто из нее вязал, ну, вы уже знаете все, да, поэтому я тут много рассказывать не буду. Значит, у меня, вот как вы видите здесь, 5 мотков, то есть это полная упаковка. Вот 5 мотков пряжи этой. Вот так вот. Ой, а здесь что-то еще. Так, девочки. Светочка, но у меня нет слов. Дорогая моя, спасибо тебе большое, я тебя тоже очень люблю. Посмотрите. Такой классный значок. Сейчас я его открою. Вот так он выглядит. Спасибо, Светочка, тебе огромное. Я очень ценю твое внимание. Иногда я думаю, за что мне столько вашего внимания, девчонки? За что вы меня так любите? Конечно, мне это очень приятно. Я тоже абсолютно нормальный человек, поэтому мне, конечно, очень-очень приятно ваше внимание, и я очень ценю ваши чувства. Светочка, спасибо тебе огромное. Ты угодила мне с ниточками. Давайте посмотрим, что еще Светлана прислала мне. Это вот такой магнит. Светлана живет в городе Благовещенск. Сейчас я раскрыла упаковку, и как вы видите, это вот такой красивый магнит с достопримечательностями этого города. Давайте посмотрим дальше, что еще здесь. Вот такая огромная шоколадка Аленка. Посмотрите, какая она большая. Это шоколадка 200 грамм, то есть как две обычные плитки шоколада. Вот такая Аленка. А еще мне Светлана прислала мое любимое птичье молоко. Девчонки, я очень люблю эти конфеты, но такое птичье молоко я еще не пробовала, амурское. Ну что, Светочка, диете моей конец. Вот я прям как раз сегодня хотела начать диету, но я думаю, что если я пару конфеток выпью с чаем, то это будет моей диете, не помеха. Спасибо тебе огромное за твое внимание. Ты учла все мои пожелания и внимательно отнеслась к тому, что я люблю. Спасибо большое. А еще, девочки, мне Света прислала вот такую открытку. Посмотрите, вот такой букет в вазе. И поздравления. И поздравления. А поздравления по какому поводу, девочки? По какому поводу поздравления? Ну, конечно, кто следит за моим каналом, кто давно уже подписан на мой канал, кто подписан на мой канал с самого первого видео, то вы прекрасно знаете, что 25 июня ровно год моему каналу. И Светлана поздравляет меня с годовщиной, с таким маленьким, но уже юбилеем, то есть с годовщиной ведения моего канала, с годовщиной выпуска всех моих видео. Вот такое поздравление мне Светлана прислала. Ну, что я хочу сказать? Конечно же, огромнейшее спасибо. Я очень-очень довольна. Я очень рада. Я очень благодарна. Я хочу сказать, что посылка – это всегда такое волнение. Это какой-то трепет определенный. Потому что я получаю посылку, и я все равно не знаю, что в ней находится. Даже если я знаю какую-то часть, что там прислали мне ниточки или что-то еще, то все остальное остается загадкой. И потом, конечно, очень приятно открывать посылку, радоваться всему тому, что в ней лежит, все рассматривать, конечно же. И вы знаете, самое главное, что мне больше всего доставляет удовольствие именно вот в это время, и потом еще продолжительное время, когда я беру в руки ваши подарки, мне доставляет удовольствие думать о вас, вспоминать вас. Я всегда, конечно же, вы знаете, стараюсь ответить на все комментарии. Я отвечаю на всю почту, на все письма. Очень много я получаю писем с благодарностями, с какими-то вопросами. Я стараюсь на все ваши письма ответить. То есть я стараюсь точно так же уделить вам внимание, уделить вам свое время. И когда вы это цените, когда вы вяжете по моим мастер-классам, для меня это, конечно же, самая большая награда. Ну а такие маленькие сюрпризы, они всегда радуют. Вот, Светлана, я хочу тебя от всей души поблагодарить за эту посылку, за этот подарок, за этот сюрприз, а также за поздравления. Спасибо тебе большое, что ты уделила мне время, свое внимание, когда собирала для меня эту посылочку. И благодарю тебя также за поздравления. Мне очень приятно, что ты со мной уже год, вот с самого начала открытия моего канала. Это меня очень-очень радует. Я также благодарю всех, кто следит за моим творчеством, кто следит за моим каналом. Я благодарю вас за внимание. Я благодарю вас за то, что вы порадовались вместе со мной. Желаю вам всем отличного настроения, прекрасного дня, всего самого-самого наилучшего вам в вашей жизни. Пусть у вас все будет хорошо. А также желаю вам, конечно же, вдохновения, времени для вашего любимого творчества. И до новых встреч!